Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев назвал это совещание системным. Каждый год технические специалисты и представители руководства по качеству собираются на большой разговор. О результатах работы своих структурных подразделений здесь же руководство компании ставит новые перспективные задачи. Само по себе мероприятие очень нужно. Оно дает возможность сравнить свои результаты работы нашего завода с результатами работы других заводов. По всем технико-экономическим показателям. Это очень полезное мероприятие. Обнаруживаются некие проблемы, ставятся задачи, все под протокол. Поэтому это хорошее такое рабочее совещание, которое неминуемо ведет к улучшению конкретных результатов. Вот и в этот раз, собравшись теперь уже в Полевском, представители всех дивизионов трубно-металлургической компании каждый свой доклад подготовили с поправкой на кризис в мировой экономике. Вот и Северский трубный завод, построив новейшее столеплавильное и трубопрокатное производство, не успел перестроить сварное. В целом, в общем-то, экономические показатели были в основном выполнены. Не добрали мы очень серьезно. На заготовке где-то примерно миллиард мы потеряли, потому что рынок просел, у нас форма образования цены привязана к рынку. Но эти деньги перекочевали на Северский трубный завод. Я думаю, что они были счастливы, перевыполнив конъюндукратно, но мы недовыполнили. Но, тем не менее, коллектив был мобилизован. Мы в два раза перевыполнили программу снижения сдержек, но это не смогли компенсировать те убытки, которые мы получили от ценовой политики. И здесь управляющий директор сообщает своим коллегам, что у Северского трубного и есть еще так называемая копилка, которая позволит формировать экономический результат. Снижение удельных энергозатрат, мы оценивали, что снижение удельных энергозатрат у нас должно дать результат примерно снижения порядка 35%. Международная консалтинговая компания, которая проводила аудит, подтвердила, что да, действительно, на заводе есть потенциал улучшения, снижение энергозатрат в районе 35-37%. Но требуются инвестиции, но вместе с тем мы понимаем, что в сегодняшней ситуации это самый главный кладезь тех резервов, которые могут быть превращены в хороший экономический результат. Александр Лельков, первый заместитель генерального директора трубно-металлургической компании, назвал собравшихся лучшими инженерными умами. Именно у этих людей, по его мнению, сосредоточена основа всей технологии. И именно благодаря их грамотным действиям и решениям компания должна улучшить свои показатели и добавил, особенно в подразделении сбыт. Сегодня так сложилась ситуация, что практически исключены поставки высокотехнологичной продукции из-за рубежа. Шанс, где мы можем завоевать весь российский рынок. Но как мы начинаем завоевывать? И Сенарский, и Таганрогский, и Волгский, ну, наверное, знают. Мы там где-то споткнулись для Астрахани, мы сейчас в Газпромнецшельф мучаем и объясняем, что вот это современная там какая-то труба, которую мы сегодня не можем получить. Я считаю, и компания считает, что сегодня мы просто, ну, значит, в голове где-то что-то не можем получить. И в этих жесточайших условиях кризиса руководство ТМК призывает работать, как сказал главный инженер ТМК, по парадоксальному принципу беречь людей от машин и машины от человека. Сегодня ТМК выдвигает еще одно приоритетное направление в работе – техника безопасности и промышленная безопасность. Если рассмотреть российские дивизионы СНГ, то показатели по травматизму, это коэффициент чистоты и коэффициент тяжести, они снизились, в принципе, примерно на 20%. Но мы в этом, в прошлом году имели три смертельных случая, один на Волгском заводе и два на заводе Речица в Румынии, что является недопустимым. И я могу сказать, что это, ну, как бы самый большой показатель, который мы когда-либо имеем за последние годы – это три смертельных случая. Сегодня же руководство трубно-металлургической компании призвало всех руководителей соблюдать жесткую финансовую дисциплину, определить приоритеты, а в остальном просто приостановить развитие. На предприятиях останутся только судьбоносные проекты. Приказано к каждому инвестиционному рублю относиться бережно. Для нас сегодня по-прежнему стоит задача – это освоение наших новых технологий, продолжение, значит, развитие, вывод их на проектную мощность, и мы с этой задачей пока справляемся. Есть у нас один очень серьезный инвестиционный проект – это строительство термоотдела. И несмотря на кризисную ситуацию, значит, компания не отказывается от этого проекта, значит, будет подписан контракт, не далее, как в ближайшие, там, две-три недели, все в стадии завершения. Начнется проектирование, начнутся действия подготовительные для реализации этого проекта, который будет введен в строй, видимо, в конце 2017 года. Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости. Твой день.